Всем привет! Это ДНК бренда! Сегодня у нас на очереди история про очень даже интересный и, я пожалуй, добавлю эксцентричный бренд Moschino. Бренд Moschino был создан в конце 1983 года эксцентричным дизайнером Франко Moschino. Франко и дом моды Moschino стали известными благодаря своим инновационным, а порой комичным коллекциям одежды. Moschino противостоял веяниям высокой моды и в своих коллекциях делал ставку на удобство носки и красочность. Франко считал, что хорошего вкуса не существует вовсе, поэтому на одной из витрин бутика Moschino красовалась надпись «К черту моду давайте одеваться!» Он уверял, что мода и одежда это совершенно две разные вещи. Можно любить одежду и в то же время презирать моду. Первую коллекцию Moschino модные критики восприняли в штыки. Им было очень сложно понять пальто с воротником, сшитым из плюшевых медведей, или куртку с принтом яичницы. Но Франко продолжил смеяться над высокой модой, и позже в бренде Moschino появились шляпы в виде самолетов, платье с написью «Меня можно одеть, но нельзя снять» и футболки с принтом «Шанель номер 5». И, к слову, модный дом Шанель подал на это в суд. Вместо маленького лейбла, который обычно пришивали к изнанке одежды, Франко использовал огромную надпись Moschino на самых видных местах одежды. Дом Moschino провозгласил своим лозунгом фразу Франко «Если не можешь быть элегантным, стань экстравагантным». После смерти основателя в 1994 году креативным директором Moschino стала Розелла Джордини, ближайший компаньон и возлюбленная Франко. Среди поклонниц марки Moschino есть очень много звезд, таких как Бейонсе, Николь Кидман, Мадонна, Йоко Оно. Несмотря на эксцентричность модного дома, клиентками были титулованные особы, такие как принцесса Диана и княгиня Монако. На сегодняшний день бренд Moschino состоит из нескольких линий. Линия одежды Moschino и более демократичная версия Moschino Cheap & Cheek. Существует и линия молодежной одежды Moschino Love. Раньше она была известна как Moschino Jeans. Под маркой Moschino также продаются аксессуары, духи, сумочки, украшения и даже мотоциклетные шлемы. Марка имеет очень много бутиков по всему миру, но и ты можешь заказать вещи, не выходя из дома, на их официальном сайте. Также в центре Милана расположился отель Mason Moschino с фитнес-центром русской бани и, конечно же, оформлением в фирменном стиле. Вот я и рассказала тебе очередную историю бренда. Если тебе понравилось это видео, ставь пальчик вверх, кликай обязательно на кнопочку подписаться, пиши мне звукоментарий и предлагай бренды, о которых ты хочешь услышать. До следующего видео. Пока!